Всем большой привет! Меня зовут Ирина. И если ты заглянул на это видео, значит тебе интересна тема изучения немецкого языка. И что я хочу тебе посоветовать? Во-первых, конечно, заходи в подсказки вниз в инфобокс и смотри плейлист видео на эту тему об изучении языка. А во-вторых, заглядывай в онлайн-школу LingvaKey, которая предоставляет тебе аудио, внимание, аудиокурсы для самостоятельного изучения немецкого, английского, французского и испанских языков, которые ты, конечно, можешь выбрать сам. Что тебе понадобится для этого? Твой телефон или компьютер и по необходимости наушники. Это все. То есть, что удивительно, тебе не надо подбирать расписание, выбирать нужное время и подстраиваться под кого-то. Что ты берешь? Просто включаешь определенный аудиокурс, твою тему и начинаешь заниматься своими делами. Это идти в магазин, слушать машины по дороге на работу, убираться, я не знаю, готовить, кушать и так далее. И изучать параллельно твой интересующий язык. В чем же плюс аудиокурсов? А то, что они тренируют языковые навыки понимания на слух и говорение. А также немаловажный плюс, что я, конечно, считаю, это цена. Аудиокурсы намного дешевле. Все ссылки вы найдете, конечно же, внизу, в описании, а точнее на Instagram школы LinguaKey и на официальный сайт этой школы. Проходи, регистрируйся и начинай уже изучать на данном этапе немецкий язык. А мы приступаем уже к десяти словам этого ролика. Поехали! И первое немецкое слово в русском языке это будет слово парикмахер. Я думаю, не стоит объяснять, что оно означает. Это очень популярное слово. И первое слово на немецком языке парикм означает, это тот самый парик, который надевает на голову. А махен это слово делать, глагол. И, конечно, в дословом переводе это будет означать делающий парики, мастер делающий парики. Но на данном этапе, в нынешнем времени, это уже никто не использует слово, а использует более новое, как фрезео. Это тот самый парикмахер. Второе слово будет ландшафт. И, я думаю, все равно оно вам знакомо. В переводе с немецкого слова land это страна, а шафт это суффикс, то есть оно, так скажем, особого значения не имеет. Но в переводе это будет как равнина, земля, то есть какое-то, так скажем, пространство на земле. И в русском языке оно переводится точно так же. И следующее слово de Knopf. И, конечно, произношение может немножко непонятно, но когда вы узнаете, что это означает кнопка, вы поймете, что это и есть кнопка, либо пуговица. Потому что кнопка это слово, происходящее из немецкого именно языка. Также есть глагол knüpfen, который обозначает сцеплять что-то, соединять. Следующее слово штюке, штюк. И я думала, даже его не стоит объяснять, вы и так поняли, о чем я говорю. Это, то есть в русском языке будет штука, штук, количество чего-либо. Это слово тоже произошло от немецкого языка. Следующее слово тоже, мне кажется, даже не нуждается в переводе, потому что оно будет ровно таким же, как и в немецком языке. Это слово шрифт. Вы же поняли, о чем идет речь? Тот самый шрифт, когда мы что-либо пишем. И произошло оно от слова немецкого, слова schreiben. Schreiben переводится на русский язык, это как раз писать. То есть schreiben, schrift, даже запоминать не надо, все легко. Следующее слово будет, дайте я внесу интригу, я не буду его переводить сразу, а вы попробуйте понять, о чем идет речь. Der Stuhl. Угадали, о чем идет речь? Штуль. Именно из немецкого языка пришло в русский это слово стул. Тот самый стул, на котором мы сидим. И следующее слово, мне кажется, даже не надо переводить, слово штрих. Да, это тот самый штрих, линия, черта. Мне кажется, одно и то же значение, что в русском, что и в немецком языке. И произошло оно от немецкого глагола streichen, то есть что либо чертить, либо вычеркивать, извините, вычеркивать. Вот это вот и есть streichen, штрих. Следующее слово будет крах. И я думаю, вы поняли, что это за слово. То есть что-то ломать, крушить, крах, такая катастрофа. Но я посмотрела в немецком языке, что оно переводится как банкротство. Я не могу вам сказать это точно, правда или нет, потому что я его очень редко использую и как-то особо даже не слышала. Я думаю, в русском языке оно используется именно в том, что крах, катастрофа там, все сломано, такой бу-бух. И произошло это слово от немецкого глагола krachen, то есть что-то украшить, извините, шуметь, грохотать, что-то такое вот прям бу-бух. И я думаю, вот именно в этом контексте, в русском языке это и используется. Предпоследнее слово будет binde. И да, это тот самый, если перевести на русский, binde-перевязка. Произошло оно от немецкого глагола binden, то есть что-то перевязывать, перематывать. И binde, это есть тот самый binde, так он и затесался в наш русский язык как binde. И завершу я сегодняшнюю десятку это таким красивым словом, как feuerwerk. Да, в русском языке, я думаю, вы сразу поняли, что это тот самый салют. Он так и переводится в немецком языке, что feuerwerk это салют, вот этот feuerwerk, да, если с русским произношением его сказать. И первая частичка feuer это будет огонь, как тематично подошло. И feuerwerk это какое-то учреждение, завод, может быть, то есть если дословно опять перевести, то это фабрика изготовления вот этого огня. Я знаю, что переводить дословно это нехорошая идея, но feuerwerk это тот самый feuerwerk на русский язык. На этом десятка немецких слов в русском языке подошла к концу. Всех хочу поблагодарить за этот просмотр. Не забывайте заглядывать в описание и регистрироваться в онлайн-школе LinguaKey. А всех хочу поблагодарить за этот просмотр. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok